Маленькие животные размером в несколько миллиметров или около того могут появиться из ниоткуда, вызывать некоторые беспокойства среди тех, кто обнаружит их на стенах, балконе или в огороде. Это клещ краснотелка или бархатный клещ. Самки клеща краснотелки зимуют весь год в труднодоступных местах и выходят из них, чтобы отложить яйца. В период массового появления сообщений о них, в интернете появляется информация о том, как с ними бороться, чем травить и т.д. «Якобы сообщается, что эти клещи опасны для людей, что высасывают кровь, заражают различными болезнями, уничтожают урожай и т.д. Поэтому мы решили немного прояснить ситуацию с этими клещами». «Они абсолютно безвредны», – комментирует эксперт Симон Тофани, ответственный за техническую территорию Сельскохозяйственного института в Италии. «Не надо их путать с красным пауком, который нападает на растения и живет под листьями. Эти клещи абсолютно безвредны для людей, животных и растений, за исключением случаев, когда они могут привести к пигментации кожи. Их красный цвет является очень ярким и почти несмываемым. Это можно увидеть, если вы случайно раздавите их рукой. Окрашивание пальцев сохранится еще в течение нескольких дней и будет даже хуже, если вы вступите в контакт с тканями или предметами. Они питаются пометом летающих существ и их регулярно можно увидеть в период с мая по июнь. Опасность, говорит Тофани, в том, чтобы искоренить их, мешает слишком большое количество инсектицидных и токсичных веществ, которые затем попадают в окружающую среду и, скорее всего, наносят гораздо больше вреда, чем сам клещ. Советую использовать натуральные продукты, которые можно найти в продаже. Как избавиться от них Опытные садоводы приглашают эксперта по обеззараживанию. Если их присутствие сохраняется, вы можете использовать органические продукты на основе перетрума. Перетрум является естественным инсектицидом, получаемым из растения, который растет в основном в Кении и обычно используется в органическом сельском хозяйстве для малой токсичности. Есть те, кто предлагает свои собственные рецепты. Положите чеснок в двухлитровую банку, закройте на 4-5 дней, а затем отфильтруйте и распылите везде, и вы заметите, что они исчезнут. Существует также способ выкуривания. Чтобы убить их, следует распылить табак. Никотин – это природный яд, разбросайте его там, где они есть. Существует еще один совет. Возьмите мыло, нарежьте его и спините воду. Вымойте все водой, так вы не будете мучить маленьких животных. Эти клещи не опасны, просто немного надоедливы и все. А если вы раздавите их, то красите невзгладимый красный цвет стены, пол и одежду. Этот пигмент из-за их яркой красной крови. Из-за этого их можно считать бедными и проклятыми художниками наших стен. Давайте с уважением относиться к окружающей среде, близким родственникам и соседям. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok